Внутренние потребности человека возникли из-за определенного чувства незавершенности. Люди формируют отношения, чтобы испытать чувство завершенности, полноты. Когда у вас хорошее отношение с близким вам человеком, вы чувствуете свою завершенность. Когда нет, вы чувствуете незавершенность. Почему это так? Эта жизнь, эта частичка жизни полноценна сама по себе. Почему она чувствует себя незавершенной? Почему она пытается восполнить себя, вступая в связь с другой частичкой жизни? Фундаментальная причина в том, что мы не исследовали эту жизнь во всей ее глубине и масштабе. И хотя, несмотря на то, что это является основой, также существует сложный процесс отношений. Есть ожидания. Ожидания и ожидания и ожидания. Ожидания, которые создают большинство людей таковы, что их не сможет удовлетворить ни один человек на этой планете. В начале отношений ожидания могут совпадать, но так же, как и все в жизни, ожидания могут поменяться. Из-за того, что у людей постоянно меняются ожидания, они непоследовательны, и они не могут быть последовательными. Один человек может иметь одинаковые ожидания на протяжении всей жизни. Ожидания другого человека могут меняться, потому что его восприятие и жизненный опыт меняются. Тогда в отношениях возникают конфликты. Внутри домов происходит больше конфликтов, чем где-либо на планете. Единственное, что — не взрываются бомбы, поэтому это не так заметно. Они могут не разговаривать друг с другом. Это происходит потому, что ожидания меняются быстрее людей. По сути дела, почему вы всегда ищите отношений? Потому что обнаружили, что если у вас нет никаких отношений, вы впадаете в депрессию. Так что, по сути, вы ищите отношений, потому что хотите быть счастливыми, хотите быть радостными. Иными словами, вы пытаетесь использовать другого человека в качестве источника своего счастья. Если вы счастливы с вашей природой, отношения станут для вас средством выразить свое счастье, а не искать его. Если вы создаете отношения в поисках счастья и пытаетесь выжать счастье из другого человека, а он, в свою очередь, пытается выжать счастье из вас, через какое-то время эти отношения начнут приносить боль. Поначалу это может не быть проблемой, потому что определенные потребности удовлетворяются. Но если вы наполнены радостью и создаете отношения, потому что хотите выразить свое счастье, никто не будет на это жаловаться, потому что вы находитесь в процессе выражения своей радости, а не ищите радости от другого. Если ваша жизнь становится выражением вашей радости, а не погоней за счастьем, отношения естественным образом будут прекрасными. Вы можете иметь миллионы отношений, и все они будут хорошими. Вы избегаете всего этого цирка, попыток удовлетворить ожиданий других. Ведь если вы являетесь выражением радости, они в любом случае захотят быть с вами.